В этом видеоуроке поговорим о функциях для работы с различными массивами. Напомню, что массивы существуют двух типов. Это ассоциативные массивы и обычные списком массивы. То есть ассоциативные массивы это там, где ключи мы сами указываем как название, а не просто как цифра. А список это просто обычный пронумерованный массивчик. К примеру, индексом выступают все индексы, это там просто цифры. Стандартный массив это вот именно списком, а ассоциативный это где мы задаем сами ключи. И мы рассмотрим функции как и для того массива, так и для этого массива. Ну, как и для ассоциативного, так и для списка. Итак, для начала давайте создадим array массив и укажем его самый простой, как списком. Ну, то есть 12, к примеру, там 17, 5, 23, 56. Вот такие вот цифры добавим, к примеру. И первую функцию, которую мы рассмотрим, мы ее уже много раз рассматривали, так сказать, count. Count это функция, я уже рассказывал о ней, она просто считает количество элементов в массиве. Да, и принимает один, упс, один параметр, это имя массива. В нашем случае это array, count, выводим 5. Смотрим, раз, два, три, четыре, пять. Пять элементов, все верно. И, в принципе, продолжаем дальше. Единственное, что поставим BR. И эту штуку я просто скопирую, потому что ее часто придется использовать. Следующая функция, это функция sort, которая позволяет сортировать массив по возрастанию. В нашем случае, ну, точнее, не в нашем случае, а вообще просто по возрастанию. К примеру, мы запишем, что мы хотим отсортировать массив array, ну, массив с названием array, и выведем это на экран. Выведем массивчик на экран. Выведу я его с помощью printr функции. Мы ее уже не раз, ну, нет, мы ее, в принципе, не так-то часто использовали, но использовали. Это чисто функция для разработчиков. Она выводит на экран массив. Вот. Так, и запишем потом BR. Так вот. Так, посмотрим теперь. Вот, то есть наш массив вывелся по возрастанию. 5, 12, 17, 23, 56. Теперь, чтобы отсортировать массив в убывающем порядке, нам потребуется использовать немножечко другую функцию. Эта функция называется R-sort, то есть reversed sorting. Ну, получается, сортировка наоборот, если переводить. И она, если мы ее выведем на экран, она получится, ну, просто от самого большого числа к самому маленькому пойдет, то есть по убыванию. Это мы смотрели функции сортировки именно для массивов, которые идут заданы просто списком. Ну, то есть у которых индексы являются цифрами. Там 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так дальше. А теперь рассмотрим такие массивы, как ассоциативные. То есть я просто напомню, как они выглядят. Это, к примеру, у нас идет какой-то ключ, там 1, 2, 3, к примеру, и для него какое-то значение. Ну и через запятую куча таких элементов добавляется. И ассоциативные массивы нужно сортировать немножко по-другому, потому что у них ключи это основа, считайте, в ассоциативном массиве. Для каждого элемента запоминается ключ. И, в принципе, если мы просто отсортируем элементы с помощью функции sort в ассоциативном массиве, то каждый элемент потеряет свой ключ. Ну, вот как здесь это было, к примеру. Вот у нас же 5, ну 5, это не стоит на первом месте, правильно? Но для него был записан, что это нулевой индекс, а значит, как бы он стоит на первом месте после сортировки. Нам же нужно в ассоциативном массиве запоминать вот эти все ключи. Поэтому, если мы с помощью функции assort, вот так вот она выглядит, если мы с помощью этой функции переберем весь массив, то мы заметим, что он один в один выглядит так же, как и вот этот массив наш первый, который просто отсортирован по возрастанию, но в нем записываются, точнее, запоминаются ключи, вот эти вот индексы. Если вот у нас пятерочка была с индексом 4, то так оно и осталось. То есть он хоть и отсортирован, но вот, но как бы это, запомнились для каждого из них ключи. Вот, в принципе, то есть в сортированном, в ассоциативном массиве assort запоминает для каждого ключи и вот потом так и выставляет. Если мы хотим, к примеру, это мы по возрастанию, если мы хотим по убыванию, то arsort. И вот оно уже по убыванию пошло. Да, ну единственное, вот если мы, опять же, если мы просто вот с обычным массивом это делаем, то, в принципе, у нас тут не особо оно срабатывает. Ну, а если это будет ассоциативный какой-то массив, к примеру, даже мы его можем записать. Там раз, два, три. Упс. Раз, два, три. Там 12. Та и хватит. 12. Вот. То здесь оно, конечно, сработает. Смотрите. Так, что там где-то, машинка. Ну, давайте. А. Лист. И в него запишем этот наш новый массивчик. А теперь этот алист будем просто передавать в качестве параметра. Так, теперь. Вот. То есть здесь запомнились ключи для них, и, в принципе, вот по убыванию в нашем случае оно было отсортировано без R, по возрастанию отсортировано будет. И главное, вот, как мы видим, ключи, видите, они сохраняются. Хоть и они меняются местами, эти элементы, но все равно ключи сохраняются. Для 12 как был, ключ 12, так и он и остался. Ну, в принципе, объяснил как мог. То есть вот так вот оно происходит. Теперь, если мы хотим отсортировать не просто, массив, как бы, его элементы, а хотим именно отсортировать ключи. Давайте немножко изменим. Вот здесь не 123 поставим, а, к примеру, 23, а здесь поставим 45 все-таки. Да. Это у нас изменилось. Ну, а теперь мы еще кое-что изменим. Изменим. Мы хотим отсортировать теперь именно ключи. Так, кстати, это не будем снова переписывать. Для того, чтобы отсортировать просто ключи, по убыванию, к примеру, не, по возрастанию, для начала, то нам потребуется использовать функцию kSort. Ну, как бы, key, да, ключ keySort. И мы видим, что, в принципе, оно, ну, как бы, оно ничем не отличается нашей предыдущей сортировке, но на самом деле оно отсортировано именно по ключам. Если мы хотим по убыванию, keySort, это будет функция, и видите, оно просто по ключам сортирует. Ну, как бы, оно не особо заметно, но если мы, к примеру, давайте еще раз, A, B, и у нас будет здесь еще C, который там 32 будет, то мы заметим, что вот оно отсортировано по убыванию C, B, A. Без буквочки R это будет обычная сортировка по возрастанию A, B, C. Да, вот так вот, то есть. То есть, именно по ключам. А здесь вот видим, ассорт, оно именно, ключи тут, как бы, не важны, B, C, A тут идет, но важны именно вот элементы, ихнее значение. От самого большого к самому маленькому. Так, думаю, с этим мы разобрались. Теперь приступаем, точнее, идем дальше. Теперь давайте изучим, как можно перемешивать элементы в самом массиве. К примеру, вот будем перемешивать элементы массива Array. Для этого переменим функцию Shuffle. Вот таким образом она выглядит. Передается один параметр, это имя массива. Shuffle, Array, и теперь мы его можем вывести. Print. В принципе, можем вот так просто. Так, 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 так. А тут вместо A, List, передать Array. Выведем, посмотрим. И вот. То есть у нас, ну, все элементы перемешались. Мы еще раз обновим, и они просто перемешиваются. Так вот будем обновлять. Каждый раз они просто, ну, меняются местами, просто в рандомной какой-то последовательности. Вот. Ну, в принципе, вот, все, что можно сказать об этой функции. Она вот просто чисто меняет местами элементы в массиве. Просто рандомно. Просто как угодно. Теперь дальше. Дальше это мы проверим, точнее, выучим такую функцию, как функция проверки на значение в массиве. К примеру, давайте опять скопируем вот эти две строчки. Их просто сюда вставим. А здесь новую функцию. Применим. Нет, не так. Смотрите. Функция называется inArray. Она проверяет на некое значение. То есть, первый параметр это значение, на которое оно будет проверять. К примеру, 10. Второй же параметр это имя массива, в котором оно будет проверять. Ну, в котором оно будет проверять на совпадение этого элемента. И мы просто это все выведем. И все. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Ничего у нас не вывелось. Почему? Потому что 10 в нашем массиве его такого нет. Вывелось false, то есть, пустая строка. Поставим, к примеру, 12. И у нас выводится единица, то есть, true. Такой элемент имеется. Вот. То есть, inArray это просто проверяет, существует ли такой элемент в массиве. Первый параметр это элемент, который мы ищем. Что угодно. Это может быть строка или что угодно, в общем-то. Второй элемент, второй параметр это массив, в котором мы это будем искать. Так. Дальше. Дальше идет функция сложения двух массивов. К примеру, у нас есть R1 равен Array 10 и 2. И R2 равен Array 4, 5, 7, к примеру. То есть, два самых простых массива, и мы их хотим просто сложить. Если мы запишем так R1 плюс R2, то, в принципе, компилятор это не поймет, и такого сложения у нас не произойдет. Он так не будет их сложивать. Что я имею в виду под сложением? То есть, объединение в один массив. Вот, что я имел в виду под сложением двух массивов. Для этого нам придется использовать функцию, к примеру, в новую, Array 3. Мы записываем такую функцию. Array Merge. Ну, Array Merge. Так, уехала куда-то. И здесь задаются два параметра. Наш Array 1 и Array 2. То есть, два массива, которых мы хотим соединить в один, в наш Array 3. Ну, и просто выведем его в printr. Так, да, printr. Вот так вот. И поставим в конце еще BR, переход на новую строку. Посмотрим. И вот, что у нас получилось. У нас получился один огромный массивчик, в котором присутствуют все пять элементов. Да, то есть, два плюс три, пять. Пять элементов. Вот. Так. Ну, давайте идти дальше. И, в принципе, последняя функция, которую мы рассмотрим, это Array Slice. Итак, давайте еще один массивчик сделаем. Так, назовем его Array Done. Или там как-то... Ну, Array Done, короче, назовем его. И создадим такой, самый простой массив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 поставим. Теперь запишем такую функцию. Называется она Array Slice. Array Slice. Ну, первый параметр — это тот массив, в котором мы будем это все выполнять. А, ну да, и что она выполняет? Выполняет она такую штуку. Она... Если вы помните, в строковых функциях мы рассматривали такую функцию, как SubStr. Даже могу вам записать ее. SubStr. Вот такая функция. Она обрезала строку по определенным там критериям. Каким-то, да, там начальные символы, там, конечные какие-то символы, ну и так дальше. В общем, обрезала просто строку. Array Slice то же самое делает, только с массивом. То есть первый параметр — это мы указываем, сколько элементов нам надо будет отступить сначала. К примеру, мы укажем один, значит, вот первый элемент, вот этот будет откинут. Потом мы можем указать, сколько элементов будет, например, вот записано. К примеру, вот после того, как мы откинули один элемент, ну, даже, ну, к примеру, вот так вот, да, вот два параметра, к примеру, мы только написали, да. Если мы так напишем, то запишется, откинется вот этот первый элемент, все остальные элементы запишутся в массив, и все останется на своих местах, так сказать. Если мы еще добавим второй параметр к этому, то мы говорим, что первый элемент мы откидываем, ну, и потом записываем только два следующих элемента, вот, благодаря вот этой записи. Кроме того, если мы поставим здесь минус, к примеру, то мы говорим так, что первый элемент мы откидываем и откидываем два последних элемента. Все остальное мы записываем. Вот. Ну, и опять же, Array Slice, она имеет очень много там различных вариаций, поэтому, если вы хотите, вы можете посмотреть их в интернете, ну, точнее, когда вам не понадобится вот именно Array Slice, то я предлагаю вам именно посмотреть их потом в интернете, потому что, опять же, очень многое займет времени, если всех начать сейчас объяснять. А в интернете есть сайты специальные, в принципе, там отлично это все объясняют. Потому что моя задача, главное вам, вот, показать, что существуют такие функции. Вот. Ну, и теперь давайте просто, вот, присвоим это, опять же, той же переменной, и с помощью printf, даже не будем копировать ничего, просто printr, выведем этот массив. Итак, смотрите, что у нас получилось. Для начала, знаете, что сделаем? Вот. Пока мы не сделали вот эту всю штуку с Array Slice, мы выведем сам массивчик. Так, посмотрим. Вот. Вот наш первичный массив, да, то есть здесь была с единицы начиналась и заканчивалась семеркой. Здесь же у нас начинается с двойки, то есть вот этого уже элемента, и заканчивается, ну, пятеркой, да, то есть вот этим элементом. Как я и говорил, первый элемент он просто выкинул, потом все начали записывать элементы, кроме двух последних. Вот так мы тут записали. Первый элемент выкинуть, два последних тоже выкинуть. Вот, в общем-то. Ну, то есть вот такая вот эта функция Array Slice. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать про функции для работы с массивами. То есть самый-самый прям часто используемая это функция Count, и мы с вами ее не раз использовали, даже вот в циклах, когда мы изучали циклы. То есть это очень часто, ну, в принципе, тут и ничего такого, ничего такого особенного нету, да, просто вот функция Count, которая считает элемент. Sort очень тоже часто используется. Unset, кстати, функция, вот эта Unset, я, в принципе, в этом видеоуроке не говорил о ней, но просто мы о ней говорили уже раньше. Unset, она удаляет элементы, и очень часто она используется именно в массивах. К примеру, Unset там Array и там Index с индексом 0, к примеру, да, то есть удаляем вот первый вот этот элемент, просто его выкидываем. И у нас останется только вот такой. Ну вот, да, ну, да, в принципе, вот. То есть Unset, Sort, Count, вот это самые такие частые тут используемые функции. Ну, в принципе, тут все очень часто используемые функции, я не давал ничего лишнего. Вот. Ну и все, я не знаю, что еще тут добавить, поэтому спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, до скорой встречи, пока!